Могилёвская область отмечает 82-ю годовщину, потому самое время подвести итоги 2019-го и наметить планы на 20-й. Как раз этому председатель Могилёвского обл. исполкома и посвятил пресс-конференцию. Журналистами республиканских и региональных СМИ Леонид Заяц обсудил актуальные вопросы, социальные и экономические. Среди них сельское хозяйство, качество воды, открытие социальных объектов, новое производство и, конечно, оплата труда. Прогнозируется, что по итогам прошлого года среднемесячная зарплата жителей нашего региона составит 890 рублей. Экспертные группы приняли эти задания. Основные условия для роста заработной платы – это модернизация существующих предприятий, а также создание новых высокотехнологичных производств, которые обеспечивают высокий уровень производительности труда. Не стоит забывать и о развитии малого и среднего бизнеса, отметил губернатор. В Могилевском районе малый и средний бизнес в бюджете занимает практически 75%. В Бобруйске – 46%, в 54% в Костюковском районе. То есть это очень серьезный резерв, который кроется сегодня в городах нашей Могилевской области. Поэтому надо воспользоваться этой возможностью. Талантливых, перспективных, перспективным людям необходимо помогать. Продолжится также и техническое переснащение сельскохозяйственных организаций области. Планируется дальнейшее развитие животноводческой отрасли. Точками роста прежде всего должны стать новые проекты. Один из них – строительство свиноводческого комплекса в Славгородском районе. Там же откроют инновационное производство кондитерских изделий с бобруйской пропиской. Приятие известное в нашей стране «Красный пищевик», которое развивает кондитерский цех. Там будут задействованы более 50 человек. 98 рабочих мест создается. Объем инвестиций – 24,5 миллиона рублей. Этот цех заработает в конце 2020 года. С ноября 2019-го также началась разработка проектно-сметной документации мусороперерабатывающего завода, который застройщик Белкомунпроект возведет в Бобруйском районе возле агрогородка Вишневка. Новое предприятие станет общей площадкой по сбору твердых бытовых отходов. Там будут собираться бытовые отходы Сосиповичского, Глузского, Бобруйского, города Бобруйска, города Сиповича, Кличевского и Киевского района. Там же будут сортироваться, там же будут перерабатываться, там же будут утилизироваться. Поэтому выделены средства в размере 40 миллионов рублей и завершение строительства – 2022 год. Основной задачей на 20-й, отметил Леонид Константинович, остается и введение в эксплуатацию важных социальных объектов. Если говорить о Бобруйске, то это детская больница, которая сейчас на стадии реконструкции, и детский сад в 7-м микрорайоне. Резюмируя встречу, председатель Могилевского обл. исполкома подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы социально и экономически улучшить жизнь жителей нашего региона. Мария Бересневич, Виталий Овсеенко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.